Девочка-пай 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 Девятая студия ждет А, зрители точно Пойдем Побежали Я, конечно, понимаю На печки ты не бегал Я, короче, в то уголок ходил А там-то что-то делал За голубями ухожу Серьезно тебе говорю Доброго вечера Девятая студия Это 3 мая Это среда Пик рабочей недели Если он пятидневный А у нас, к счастью, не пятидневный В этот раз четырехдневка Да На следующий трехдневка И не надейтесь Потом будет снова пяти А вот так вот Но тем не менее Раз уж даже и мало Рабочих дней Все равно нужно Уметь отдыхать После рабочего дня И сегодня В этом вам поможем Мы Лешка Власов И Макс Кропотов Конечно, золотые слова Сказал Нужно уметь отдыхать Действительно А девятая студия Создана, собственно, Для вашего отдыха И для общения Чем мы сегодня и будем Конечно же Уже традиционно, кстати говоря Заниматься Делать мы это будем В нашей группе ВКонтакте Так Девятка ТВ Киров Молодец Так вот Там уже появился Очень красивый Классный пост С прямой трансляцией Вот можно заходить Во-первых, смотреть нас там Алексей у нас разбирается В красоте постов В интернете Естественно Понимаешь У нас нет некрасивых постов Начнем с этого И все посты у нас Очень красивые Но этот Он особенно красив Потому что Там прямая трансляция Девятой студии Так вот Заходите туда Можно смотреть Как я уже сказал Прямую трансляцию Там либо На девятой Либо двадцать первой Кнопочке вашего телевизора Ну и конечно же Будем мы сегодня Общаться на определенную тему А на какую, Максим? Итак, друзья Мы сегодня хотим узнать Во-первых Сегодня день Совместной детской тренировки Празднуется Интересно Да, это с детьми Когда совместно Кто-то тренируется А это же Где происходит? Где-то в секциях В кружках Где-то там еще На поляне Не знаю На поляне Ну, бомбинтоном Ты занимаешься, возможно Дома Лично Один со стеночкой В общем, мы хотим узнать у вас Каких кружков Или секций Не хватает Нашему с вами городу Нашей с вами области Итак Под этим постом В комментариях Оставляйте свои ответы Лучший ответ Или самый активный Комментирующий нас телезритель Получит подарок От девятой студии Да, и благодарность Вот так Алексей Начнем Я вновь доверю вам Мой любимый спектакль Котенка по имени Гав Гав 7 мая Гав Состоится его показ Поэтому, друзья Два билетика Достанутся кому-то из вас 7 мая 11 часов утра Ну, а также у нас есть Пригласительный В планетарий На две персоны Сходите И соприкоснитесь Космосу Друзья Ваш досуг Вот так вот мы решили Немножечко Разукрасить Но кроме того Вдруг вы не хотите ждать Пока мы прочитаем Ваши комментарии Вдруг вы не хотите Писать комментарии Такое тоже может быть Возьмите За что вам а-та-та Да, возьмите Да, наберите Всего лишь Шесть простых Цифарок Как в одном ролике говорили Давай, всех шесть назови Три Пять Один Четыре Ноль четыре Тридцать пять Четырнадцать Ноль четыре Все правильно Набирайте этот номер Передаете привет И поздравления Рассказывайте Как прошел Ваш трудный Рабочий день Среды А может и нетрудный У кого-то А может и нетрудный Ну, знаешь Да Я хотел сказать Нет, у кого-то трудный Нет, я уверен Что у всех Все прошло легко Но тем не менее Отдохнуть хочется И кроме всего этого Вы отвечаете на вопрос Нашего вечера И сразу же Сразу же Получаете один из подарков Ну, а если вам подарков мало То, друзья Есть для вас Классные новости В это воскресенье Седьмого мая В двенадцать часов дня На парковке за цирком Что же там будет, Максим? Состоится акция Акция Патроном Акция, палочка Акция от Радио Ваня Всеми любимые Целый час Мы Нашей дружной командой Которая работает на Радио Ваня Да, не все Там есть старый человек И женщина Они не выйдут Вот Но, а я постараюсь Это сделать Будем тормозить автомобилистов Дарить им подарки Дарить хорошее настроение Петь, плясать, танцевать В общем, все Это специально для вас Подарков Море Подарки уже вас ждут Наши партнеры Заряжены По максимуму Поэтому Проедьте, пожалуйста Там с двенадцати до часа И получите свой Заслуженный Подарок Великолепно Ну, а чем мы займемся Прямо сейчас, Максим? А мы сейчас займемся Чем-то полезным И развлекательным Это что это мы будем делать? А мы будем смотреть Виолетту Рудольфу Да, сегодня не четверг И даже не пятница Но Виолетта Рудольфовна сказала Что у нее дела Поэтому попросила Говорит Поставьте меня, пожалуйста На среду Поэтому Мы не смогли Отказать Пенсионерке Вот И прямо сейчас На ваших экранах Баблок Давайте посмотрим Ну, привет Комера-нос Помнишь, наше главное правило? Все правило Не вешать камеру И нос Ну, если все помнишь Поехали Те я смотрю Революционер против закону Бабки не поперли Чого я не поняла Так Ну, кто собрался Если сейчас Комера не опустится Я тебе шоколадку куплю Да А с внуком прокатывала Ну, ладно Поехали Хай-ухай Хе-хе-хе-хе С вами снова Виолетта Рудольфовна Да Та самая бабка Которая помнит Абсолютно Все песни Своей молодости Но не помнит Куда вчера Ключи положила Ты, кстати Не видел их Никогда Нет Эх Рассветали Яблони Рушит О Ну, что Чтобы улучшить Как говорится Бабкин Жесткий диск Ей нужна денежка Именно поэтому По старой Доброй традиции Как говорится Бабке денежка Нужна Глянь видосы Страна Хе-хе Хорошо Встречай народ Бабушкин блог Коль от вашего пальто Остался только ноль Знать Откушала его В вашем шкафу Мой Не, я конечно Слышала про съедобное белье Но не про верхнее Йокро-кока Короче Если ваша шерстяная Оболочка Превратилась В одно большое Ничего То тут есть Два варианта Старый хрич Решил, что ваш Офтан Идеально Подходить Чтобы накрывать Для обогрева Двигатель своего Драндулету Либо На территории Вашего шкафа Нелегально И без прописки Обосновалась Моль И как Депортировать Этого крылятого Нелегалу И оставить Свой пыльник В жюри Я вам сейчас Расскажу Возьмите Хозяйственное мыло И намыльте Шею моли Хе-хе Шучу-шучу Хотя Фраза Намылить моль Звучит Короче Положите мыло В кофтан Своего Тулупа И моль Но всегда покинет Территорию Вашего шкафу И приятная Весенняя соточка Останется в безопасности Жужжащие твари Вас ночью достанут И хоботки Ваше тело Суваль Всему этому есть Термин один Ночной коморийный На тебя Нападим В общем Ежели вы Хотите просыпаться Не продырявленным И не быть похожими На ситечко Слушайте бабушку Возьмите ватный диск И намочите его Секретным средством Протрите всем этим Оконные рамы И 10 дней Коморийное восько Не будет делать Прорехи В вашем туловище А средство это Умьяк А сейчас я покажу Как проверить Кефир на качество Кому это надо А тут и точно Ж деду Поехали Полезно будет Для тех У кого проблемы С желудком И кошечником Пусть то кто то На протяжении 80 лет Систематически Ушатывал их в труху Короче Чтобы при изготовлении Кефира Потратить меньше Полезных штук Вин Ну бифидо Что то то там И остальное В воде Разводят Крохмал Добавляют Чутка к эфиру И вуаля Жижи больше Пользы меньше И шо бы понять Комельфо кефир Или нет Капните в него Йоду Ежели посинело Это мой дед То значит Николидция А если цвет у йода Не изменился Знаешь за учет Пользуйтесь на здоровье Для вашего здоровья Ну шо С вами была Виолетта Рудольфовна Ёлай Фуки Да Подписывайся на мои Социальные сети Да Силышка вот здесь А вот Стопи Лукас Бейв Конаколь И самое главное Помни Посмотреть бабушкины видосы Это недолго Долго Если тебя к ней На лето отправили И она тебе лично Все это рассказывала Задумайся На шо С вами был Баблок Всего хорошего Пока Как мне эти бабушкины словечки нравятся Пока Лайфук Люкасы Йокурокока Тоже очень хорошее слово Йокурокока Это мое любимое Кто у нас сейчас появится-то Так Ванька Пистерников Йокурокока появится На студии-то у нас Хай-хай На прямом эфире-то Здравствуйте, Ваня Привет и привет Так, все, убрали бабушку изо рта Как дела, Вань? Как дела? У меня дела замечательные Как ваши дела? Слушай, у нас очень хорошо Ведь ты появился у нас вот здесь Вот прямо сейчас И что-то интересное принес Чтобы победить нас Но мы тебе это не дадим сделать Мы вот такие Я поддамся, честно А поддамся-то в чем, собственно? Поддамся В моей любимой игре Нашел все различные товары В интернетах Ваша задача по фотографии Определить, что же это за товар И для чего он нужен Так, ну что, разминаем мозги Разминайте мозги А пока на ваших У тебя мозги здесь? Я весь разминаюсь Товар номер один Мультиварка Нет Было бы легко, да? Авератор воздуха Нет, нет, нет Для зубов Увлажнитель воздуха Как это называется? Давайте дам первую подсказку Чтобы вы пальцем в небо не тыкали Хотя у вас часто такая стратегия работает Конечно же Снизу, вот где основание Шланг Там шланг намотан, да Это мини-стиральная машина Ультразвуковая Нет Это поливальник Неа Это умывальник Посудомоечная машина И все равно пальцем в небо тыкуют Это связано с чистотой А в него шланг дуют Или из него течет водичка? Или он сосет? Тут как захочешь Не ну Или сливается грязная вода с этого шланга? Не сливается вода с грязного шланга Но он может и всасывать И высасывать, да Высасывать, получается Это насос Дудь водой Я бы вот так даже сказал Это насос Нет Это поливальник, я уже говорил Нет Внутрь, кроме воды, что-то кладется? Да, моющее средство Это стекла, мыть, штука Окна Машину? Нет Нет Но эта штука что-то моет Мини-мойка Она что-то моет, но это не связано ни с мебелью, ни с техникой А с полами? И полами тоже не связано А с потолками? И с потолками тоже не связано А с одежной? С одеждой связано Нет С окнами? Что еще можно мыть? Себя? Себя Теоретически этой штукой можно помыть себя Но изначально она предназначена вообще не для Маленькие детальки какие-то мыть Нет Это душ? Можно и так сказать Но это не точное определение Может быть это для животных, Ванночка? Может быть это и для животных Это мыть животных? Давайте добивать эту историю Кошкомойка В целом да, это мыть животных Ну ладно, пусть это будет правильный ответ Лапка Лапка омыватель Нет, это в целом мыть животных Это кошкомойка Это не только кошек Что угодно Звучит классно, кошкомойка Ну ладно, согласен В общем-то, если правильно говорить, то это комбинированная мойка для собак Но теоретически, мне кажется, и кошек можно Почему нет? Вот Комбинированная, потому что она может и все И помыть, и высушить, и обработать Вот так Значит, ай, спа-салон на домашних Конечно, спа-салон на колесиках домашний и компактный One zero One zero, получается, один ноль Вашу пользу, ребят, поехали дальше Товар номер два Товар номер два Только выжималка Нет Но очень похоже Это штука, которая крутится за счет воздуха или воды Нет Она не крутится вообще И это даже не деталь какая-то То есть она самодостаточная, самостоятельная вещь Это просто Для чего-то Фрукты в них хранят Это просто тарелка Нет Это не просто тарелка Она полезная Для шоколадного фонтана тарелка Вот бабушке понравилось бы, мне кажется Бабушке бы понравилось? Раз бабушке понравилось Это что-то для вязания? Нет Нет, делать пюрешечки какие-нибудь Объясняй Давишь, берешь и все Нет Ну смотри Я думал, что-то прикольное Кабачки внутренности доставать Нет Вот это отверстие, оно для того, чтобы туда косточки падали? Нет Отверстие, чтобы в чем-то впоследствии появлялись отверстия Я не знаю, как сказать так, чтобы не была подсказка прям очевидная Это что-то для огорода? Нет, это не связано с огородом Ну погоди Давай, во-первых, чтобы ты не гадал Для готовки Для готовки Это что-то с едой связано? Это для готовки, да Леша был прав Он только не успел договорить Это пельмени заворачивать? Нет Вот так, знаешь, там манты Кстати, тема прикольная Может быть это для нарезки овощей? Смотри, это штука, чтобы Это дырочка, чтобы где-то появлялись дырочки Меня так убеляет, как вы гадаете Вот всегда, на самом деле Это для фруктов? Нет Это для овощей? И не для овощей Это для теста Может быть Я понял, это чтобы удобно было эклерчиком наполнять начиночкой Берешь карман этот, нет? Нет, нет Это просто тесто настаивается, а снизу подается воздух Это как это так? Тесто продувается? Я не знаю, как А для чего? А для чего, зачем? Это что-то для запечения? Нет, это взбив... Да А, так это форма просто Да, это просто форма для запекания, ребят Для того, чтобы делать красивые булочки Просто, чтобы делать красивые булочки Да, да 2-0 Кто же выиграет, интрига остается открытой? Давайте так, давайте будем честными Давайте будет 1-1 А что, зачем? Чтобы интрига была? Потому что Это не мы правильный ответ дали Да, это внутренний голос Хорошо Хорошо Часто ты с внутренними голосами разговариваешь? Мне частенько, да, приходится Пора в отпуск Товар номер 3 Итак, товар номер... Ну, это посложнее будет Я хотя бы 1 балл додолжен отвоевать честно Так, давай сразу Это связано с мусорными баками С моими любимыми мусорными баками Ты это хотел сказать? Нет, Максим И это даже не связано с физиотерапиями Это с обувью связано Нет, это не связано с обувью А связано ли это с фасадом здания и... Да Ты как вообще просто... Ты что-то знаешь, что не знаем мы, видимо, да? Может быть, это держатель для водопроводных труб? Нет, но очень рядом, очень близко Это стройчий инструмент? Это просто инструмент Это не связано со стройкой, Максим Это связано как-то с фасадами, да? Ну, как-то связано, да Это что-то, что чистит Это чистит Да, это что-то чистит Швы? Швы? Нет, нет, нет Кирпичиков? Нет А, я понял Водопроводные трубы чистит Нет, не водопроводные трубы Стоки, стоки, стоки Сверху Сверху? Ну да По сути, это правда Это правильный ответ, ребят Это инструмент для чистки водостоков На палку накручиваешь Это уже мой голос сказал На палку, получается, эту вещь накручиваешь О, как мне такая штука нужна И просто палкой вот так вот проводишь И все листья, получается, выпадают Вот не у всех же угловатые такие стоки Давайте будем честны А там разные формы бывают Я просто взял одну, чтобы вас не путать лишний раз У меня вообще это Чтобы нас не путать лишний раз И запутал Вы сразу же угадали Ну тут Леша просто опять как-то А Леша вообще супер дедуктивная методология у него После этого я тут еще и где-то должен Нет, я на самом деле изначально про эту штучку подумал Просто не знал, как объяснить нормально, чтобы меня поняли Ты такой молодец, Леша Вань А Леша, молодец Леша, молодец Спасибо тебе большое Было классно, интересно, забавно, круто, весело Но это еще не все Ответь-ка нам, Ваня Когда ты в отпуск Ладно, а каких кружков и секций не хватает в нашем городе? Сложный вопрос на самом деле Ведь у нас очень-очень много всего Наверное, кружков пилотирования Я не знаю вообще, есть ли такие в городе Пилотирование чего? Ну, я не знаю, пиропланов, там всяких самолетов Пиропланов? Или хотя бы воздушных змеев Или хотя бы воздушных змеев, да Кружок воздушных змеев Вот пусть будет так Я бы очень сильно хотел, чтобы у нас в городе Открылся кружок по этому Камни-то кидают по льду Керлингу О, да Прикольно же Ну да А еще роллер-дрома у нас нет классного Чтобы с ветомузыкой, как в 80-х ты ехал на роллер Я думаю, что где-то есть Но мы не знаем Мы не знаем, да Где-то подпольные 80-е до сих пор существуют Наверняка Вань, спасибо тебе большое Ты классный Хороший тебе вечер Ну а мы, друзья, продолжим Знаете, у нас Ваня музыкант Леша музыкант Я музыку слушаю Тоже музыкант Вот такой вот я, человечек И прямо сейчас хочется рассказать вам про музыку Про танцевание Про что-то такое новое, классное Что недавно вышло в свет Тут топ-5 клипов Ну уж вы поняли Ах, вот оно что Давайте смотреть Давайте смотреть И танцевать Вы смотрите ТОП-новинок Отечественные эстрады По версии шоу Девятая студия Поехали Пятое место Владимир Пресняков Презентовал клип на песню Живи Это работа Манифест Сострадания и надежды Я знаю и верю Что неравнодушных людей Очень много Помогать Это важно И на самом деле Просто Делиться впечатлениями Владимир Смотрим Ты живи Не туда веряй Ты живи Веры не теряй О-о-о Ты живи Не пообещай Живи Прошу Живи Я прошу Живи Четвертое место Эстрадный певец И народный артист Россия Николай Басков Выпустил экранизацию Свежего сингла Ты неотразима Это яркое музыкальное видео В котором артист Выспевает красоту Прекрасной незнакомки На фоне Роскошных декораций Внимание на экран Ты неотразима Как балет Деприма Все красотки мира Блекнут Пред тобой Ты неотразима Хоть душе ранима Как луна красива Ночью над землей Третье место Известный композитор И продюсер Максим Фадеев Написал новую песню «Обязательно вернусь» И представил клип на нее Композиция посвящена Всем мужчинам Которые встали На защиту своей родины Оставив дома Детей и жен Я вернусь И точки в глазки Заглянут Я вернусь И сердце в сына Обниму Ладонью Кручки Прикоснусь Даю вам слово Я вернусь Даю вам слово И клянусь Второе место Ольга Бузова Представила видеоклип На песню «Верни» В клипе, ставшем четвертым Видео вселенной GM Волшебный медальон Превратился в кольцо Кольцо, как символ Бесконечности Способно управлять Временем О чем Ольга узнает На собственном опыте Давайте смотреть Верни домой Забытые закаты Где я? И взгляд твой виноватый Зажгла меня любовь Тотла под шум дождя Первое место Поп-исполнительница Анна Асти Выпустила клип К синглу «Верю в тебя» Как отметила сама Исполнительница «Верю в тебя» Песня особенная Она о том Как ценно найти человека Которому можно Открыть свое сердце И довериться После потерь И предательств Но прошу Давай все сохраним Как первый наш фото с ним За мной ты не победил С тобой я не победил Я так хочу до конца Как раньше уже не болит Но я допросила от дворца И он услышит мою молитву Давай мы бережем Все чувства и красаву Ты вылечил мой ожог А я твою пустоту Но если ты вдруг придашь То знаешь, что с меня не поверил Любовь больше слышит Сейчас я так сильно верю тебя На сегодня все Слушайте только любимую музыку Ну что, спели, сплясали Прямо сейчас еще и почитаем Ваши ответы на наш вопрос вечера Каких кружков и секций Не хватает нашему городу За это, во-первых, вы получаете Два билетика в театр кукол На спектакль котенок по имени Гав На 7 мая На это воскресенье 11.00 А после этого сразу же С 12 до часа едем В Планетарий? Не в Планетарий А куда? На стоянку за цирк А, точно А уже после А уже после можно еще и В Планетарий Или до Сказать, в Планетарий На две персоны у нас есть Специально для вас сертификатик Ну что, поехали узнаем Таких же кружков и секций Не хватает в нашем городе Алексей Светлана Васенина Между прочим Говорит, что Привет, ребята Это как Иван Пестерников Да, вот она Говорит, нравится мне Привет, Саевиана Привет, ребята Мне показалась ли у вас Новая заставка? Классненько Вам показалась Эта заставка уже Год как существует Год как с нами Поэтому Ну, у нас всегда Появляются новые телезрители Мы чему бесконечно рады Вот И Светлана-то продолжает С вашего позволения Я позволяю Докончу Сие предложения Уж не знаю Чего только нет Как я погляжу Имус студии Фолк, джаз Жанглер студии Изо студии Кажется, все есть Только бюджетных Бесплатных кружков Думаю, не хватает Где они? В Коминтерне Детский центр Есть типа Дома школьника Бесплатный А где еще? В Дворце Пионеров Может, все сейчас На комической основе Бедные родители Дворец Пионеров Напишите нам Есть ли у вас Бесплатные кружки Ждем Евгений Джекс Здравствуйте Кружок фехтования О, кстати Слышал? Слушай, есть у нас Есть Я не слышал Да господи Мы даже отправляли Когда-то Ивану Пестернику Снимать сюжет Про фехтование Что ты родной Участвуй в жизни Организации-то немножко Хорошо Есть, есть Но их мало Да, давайте согласимся Они есть Но их не хватает Хотелось бы побольше Либо у них просто Плохая реклама И фехтование города Кирова Подписывайтесь Прорекламироваться можно на нашем телеканале Елизавета Бушамилева Возможно, туристка краеведческих Ну да, кстати Светлана Васинина Да, раньше туризм был Больше развит Клуб хороший был Интересный Как он поживает Этот клуб Пригласите Пригласите-ка нам Представителя Краеведни Мне кажется Не знаю, как ты Лично я Знаю, что и кружков есть Регулярные экскурсии По городу Водятся В общем, я не интерактивный Я сейчас самое главное Интересный Знаешь про это? Давай, да Знаю Давай дальше Хорошо Спасибо Нин Дрямина Пусть Виолетта Рудольфовна В свободное время Какой-нибудь кружок ведет Кстати А хорошая Елизавета Рудольфовна Елизавета Сестра, видимо Это Т9 Просто, видимо, злощается Артем Кудрявцев Добрый вечер Кружок киношкола Учиться быть режиссером Оператором Да, операторов Нынче не хватает Соглашусь Соглашусь Но что делать Также Оксана Скопина Пишет Гурд Не хватает кружков По вышивке И секций По баскетболу Кружки по вышивке А я еще Еще и вязать охота Да Кружок по фото Мне еще вязать охота Выбирай себе дружок Один какой-нибудь кружок Наталья Савиных Привет Не хватает доступных Бесплатных кружков Опять-таки Да Далее Далее Светлана Фенин Пришли на ум Стихи бортом Драм Кружок Кружок по фото Только что мы Не петь охота За кружок по рисованию Тоже все голосовали Вот так Есть Сергей Иванов Кружка Хороших музыкальных вкусов Правильных знаний Умений И навыков Не хватает Чтобы Выпускали Не исполнителей Формалистов А действительно Музыкантов Профи Знающих Также И современные Тенденции В развитии Музыкального Искусства Между прочим Светлана Васильевна Тебе отвечает Про заставку Что она Год за заставки Она пишет Я с вами Меньше года Даже меньше полугода Вот и не видел заставку Она летняя Видимо Да Летняя заставка Светлана Мы очень рады Что вы С нами Катюш Кленова Кружков по финансовой грамотности И вообще Не хватает Живого человеческого общения А также Неплохо было бы Клуб натуралистов Натуралистов Сразу Начальная школа Ну что друзья Да Секции Много Как я понял Вам не хватает Ну а также Как раз про общение Ты написал Живого общения не хватает Прямо сейчас Мы его восполним И вживую пообщаемся С нашей гостьей А вот кто она Узнаете Из нашего профайла Дамы и господа Встречайте Сегодня в гостях У девятой студии Режиссер городских И областных Концертных программ Режиссер Постановщик Вятской филармонии Светлана Лаптева И сегодня Вы можете задать Абсолютно любой вопрос Нашей гостье А вот и она Светлана В нашей студии Здравствуйте Здравствуйте Как дела Как настроение у вас Ой Сегодня хорошо Сегодня хорошо Сегодня хорошо А вчера что было Не всегда так бывает Очень сейчас идет Активная подготовка Ко дню победы И поэтому Мы очень много работаем Что нам ожидать От вас Ожидать от нас И от филармонии В целом Да От Вятской филармонии Замечательную программу Под названием Последние свидетели войны Она состоится у нас В обратную сторону Да Да Чуть-чуть Да Она состоится у нас 6 мая 17.00 В Вятской филармонии Мы всех приглашаем Это будет необычная постановка Это будет постановка документальная Сейчас расскажу поподробнее Так Давайте Во-первых Самая главная Ее фишка Плюс Это то Что все пройдет В сопровождении Живого оркестра Это Вятского оркестра Русских народных инструментов Имени Шаляпина Примет участие Последние свидетели войны Он объездил наших ветеранов Побеседовал с ними Записал их на видеоинтервью Аудиозаписи Сделал фотографии Замечательные Красивые Как цветные Так и очень глубокие Такие пронзительные Черно-белые Когда ты смотришь на фотографию Видишь взгляд ветерана Который Тебя Ну просто Вот пробирает Пронизывает Да До глубины души То есть ты смотришь на фото И есть ощущение Что он смотрит Прямо тебе в глаза И конечно мы используем Все эти материалы И в нашей постановке Мы так скажем Инсценируем историю Их жизни И часть каких-то Очень особенно ярких Таких цепляющих воспоминаний Мы тоже Воссоздадим на сцене И придадим этому Такую Ну и романтизм И немножко добавим Театральности Так скажем Художественности Художественности Но в целом Конечно это будет Сключительно такая Документальная постановка Мы расскажем О девяти ветеранах Кировской области Имена которых Они не так на слуху У всех Как допустим Имена известных кировчан Которых мы знаем Григорий Булатов Маршал Конев Да их мы знаем Абсолютно все Но есть еще Имена и фамилии тех О которых мы не слышали Но они внесли Не меньший вклад Вот в эту самую победу И в этот праздник В этот раз Мы хотим поговорить о них Вспомнить о них И рассказать Об их подвиге И нужно сказать Что конечно Каждый из них Пришел на войну Лет 15 16 17 Самый старший ветеран У них Ему 22 года Было Когда наступил 1941 год То есть это все Те самые девчонки И юноши У которых жизнь Резко повернула В другую сторону В другой ракурс И они Стали теми Ну кем им пришлось стать То есть допустим Мы рассказываем Про медсестру Наверняка Она не собиралась После школы Идти в медицинский Возможно У нее были Какие-то другие планы Но так случилось Что на войне Она была медсестрой И осталась После этого В профессии И проработала 30 лет В нашей 9 Кировской городской больницы То есть Вот такие истории Еще мы расскажем Про Юрия Степановича Квитковского Это артист Оригинального жанра Вятской филармонии После военной годы Он как раз у нас работал Мы тоже расскажем О нем Расскажем его Воспоминания о войне Это Очень Так знаете Трепетно И волнительно Прикасаться К Живой истории И очень большая Ответственность На тебе лежит Потому что Ты должен ее Донести до зрителя Не переврать Все сделать Очень тонко Для того чтобы Если бы они смотрели Вот на себя На сцене Чтобы у них была И гордость За себя И чтобы была Благодарность За то Что так о них рассказали На вас висит большая ответственность Очень большая ответственность Очень Да Как вообще шла подготовка Как подбирался материал Как выбирались люди Мы связывались с Денисом И он нам скинул ряд историй И дальше уже Все эти истории Я читала Все эти интервью У себя Перебирала в голове И естественно Выстраивала Со своей точки зрения То есть с режиссерской Чтобы это Художественно Просмотрелось На сцене Брала какие-то Самые Душевные Самые Острые моменты Допустим Мы расскажем Про узницу Концлагеря Она была В детском Концлагере Вырец И на сцену Выйдут дети Которые Расскажут От ее лица Воспоминания О концлагере Они будут Забегая вперед Они будут находиться За такой колючей проволокой Которую мы Опустим Прямо на сцену И вот Такие вещи Они трогают До глубины души То есть здесь Невозможно Остаться равнодушным Поэтому Отбор материалов Был по принципу Самого Что тебя больше всего Трогает И что может Тронуть зрителя То есть тут Огромное спасибо Нужно сказать Денису Который Помог Закрулился Очень долгое время Да Конечно Конечно Как вообще Эмоционально Это все Переживается Людьми на сцене Вами Много же Репетиций Да Как после этого Вообще Идется домой Или как это На сцене Все переживается Ну В первую очередь Скажем так Это переживалось Мной То есть Когда ты составляешь Сценарий Ты не просто Пишешь сценарий Ты уже видишь Как это все Будет выглядеть На сцене Куда пойдет артист Какая у него Будет эмоция Что он должен Донести И то есть Сначала Ты это проживаешь Один на один С собой С листком бумаги Ты либо смеешься Либо плачешь Выглядишь в этот момент Конечно Очень необычно Очень странно Да Но тем не менее Ты сам это все Сначала проживаешь И вот когда ты Сам почувствовал Атмосферу Поймал Ты понял Что ты хочешь Чтобы прочувствовал Зритель Увидел Слышал Только после этого Ты идешь К актерам Репетируешь По эпизодам И рассказываешь Им Что То есть То что ты почувствовал Ты вкладываешь В них Должны почувствовать Они Да И теперь уже Их задача Донести это До зрителя То есть У режиссера Его инструмент Это актер И как ты В него Заложишь Вот что То он И выдаст На сцене На зрителя То есть Если ты сам Хорошо прочувствовал Если ты смог Донести свою мысль До актера То и актер Донесет ее До зрителя И зритель Тоже не останется равнодушным Проходит Я бы не сказала Кстати Что очень тяжело Потому что Я как правило Выбираю тех артистов С которыми мне хочется работать И с которыми Работается легко С которыми мы работаем Уже не первый раз То есть У нас есть Взаимопонимание И ты допустим С хореографом Ставишь ему задачу Тебя тут же считывают Понимают Что ты хочешь Когда ты приходишь На репетицию Смотреть какой-то результат Или его корректировать Чаще всего Ты расплываешься В улыбке Потому что Это то Что тебе бы хотелось То есть У вас такая Химия Ну да Можно сказать Химия Да Итак Когда это Еще раз Можно посмотреть 6 мая В 17.00 В Большом концертном зале Вятской филармонии Билеты в продаже На сайте филармонии Всех призываю Прийти И узнать Историю Кировчан Друзья Обязательно Нужно сходить На данный концерт Или как это правильно Назвать На данный постанов Я это называю Музыкальной историей На данную музыкальную историю Обязательно 6 мая Прямо сейчас Начинайте задавать Вопросы В нашей группе Девятка ТВ Киров Под постом С прямой трансляцией Для нашей гости Ну а мы пока Посмотрим Наш следующий сюжет Я хочу рассказать о фильме И смотри Режиссера Что вы мама Все же дуть А я что Снимали 84-м В 85-м он уже был снят И это был Прекрасный кинотеатр Рала Пруса Я пошел в кино И посмотрел его На большом экране И что интересно Что у некоторых кинотеатров Стояли скорые помощи Для людей Которые после просмотра Очень сильно переживали эмоции И их увозили в больницу Госкино К 40-летию войны Предложило снять Фильм о войне Элема Климову И Элем Климов Начал готовиться Собственно Важное было Для него Как для участника Собственно Он был тогда Маленьким ребенком Он сам Из Сталинграда был Передать Вот эту всю Трагедию Которая произошла В годы Великой Отечественной войны Элем Климов позвонил брату Герману Климову Для того чтобы Ну вот Он перечитал Библейский апокалипсис И тем самым Помог ему найти Название фильма Так и родилось Название фильма Иди и смотри Это отрывок Из библейского апокалипсиса Хочешь собью? Отдай Ты что отдай Ха-ха-ха 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 Вода Один Два Три Собственный фильм Иди и смотри Он О геноциде Народу Конкретно В данном фильме Рассказано о геноциде Белорусского народа Главный герой 14-летний мальчик За очень короткий промежуток времени Превращается в Седовласово старца Когда снимался фильм Специально Элен Климов Пригласил на главную роль Непрофессионального актера По его мнению Профессиональный актер Начиная Вживаться В роль Он может просто не справиться с психикой Он может не пережить это И у него может наступить нарушение И поэтому важно было пригласить Непрофессионального актера Чтобы он глубоко не погружался в роль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Основное художественное высказывание фильма Для меня Это о том Что грань между Человеческим духовным И звериным Дьявольским Она очень Когда человек переступает Нравственные моральные ценности Он превращается в животное ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Не только самые положительные, но и самые глубокие Меня настолько впечатлила его работа и постановка, что выйдя из филармонии я написала огромный пост И так получилось, что кто только не перепостил, он намрал огромное количество лайков и просмотров Хотя я просто написала от души свои впечатления Это очень мудрая, глубокая постановка, я считаю, что это то, на что нужно ходить и смотреть Как вы думаете, сам Аверин видел этот пост? Ой, я надеюсь, мне бы хотелось Один из репостов был его Наверняка Как минимум один из лайков Сейчас вопрос от Светланы Васильевны, тема сегодняшнего вечера Каких кругов и секций не хватает нашему городу Она спрашивает, а какие кружки вы посещали в детстве? Я, конечно же, посещала театральный кружок, детская театральная студия Играла, была в качестве актрисы И, кстати, у меня были даже неплохие вроде как бы шансы поступить в театральный институт И стать именно актрисой, а не режиссером Но все происходит так, как нужно И как-то меня отвело от актерской профессии и отнесло волной в режиссуру И сейчас я понимаю, что я точно на своем месте Потому что быть актрисой я бы не смогла В силу характера В силу, может быть, какого-то амплуа Мне бы все время казалось, что я играю не то, что хочу И поэтому я думаю, что я бы не справилась в этом смысле Вам лучше вести, чем быть ведома, я так понимаю И это, кстати, тоже, да То есть у режиссера все в его руках То есть он сначала создает, придумывает, что он хочет видеть А дальше уже всех подбирает для реализации своей задумки Ну и сливается с актером То есть актер это тоже савтор для режиссера очень часто А актер это слишком зависимая профессия Поэтому хорошо, что все сложилось так, как сложилось Хорошо Катюшка Кленова, хотели бы вы поставить мюзикл? И вообще, что самое дерзкое вы бы хотели поставить на сцене филармонии? Да, я бы очень хотела поставить мюзикл И постоянно пытаюсь повышать квалификацию в этом направлении И тут проходила курсы по режиссуре музыкального театра И тоже прослушать скоро буду курс мюзикл «Границы жанра» В общем, постоянно интересуюсь этой темой Потому что у нас ее вроде бы и в городе не хватает И в то же время филармония — это тот ресурс, где музыкальные спектакли, мюзиклы могут быть поставлены Когда у меня появляется возможность, я всегда выбираюсь в Москву И первым делом, когда я в Москве, я иду смотреть какой-то мюзикл Для того, чтобы учиться, как это делают и вдохновляться Пока я, скажем так, только, наверное, процентов на 20 подобралась к своей мечте Но я верю, что будут все 100% И мы сделаем какой-то грандиозный мюзикл в нашем городе Просто мюзикл — это же еще и серьезное финансовое вложение То есть нужно понимать, что мюзикл — это такая богатая история, когда должны быть классные декорации И сшиты специально костюмы, должна быть потрясающая сценография Качественная музыка Конечно, все должно выезжать, уезжать, сдвигаться, раздвигаться, меняться, сверкать, переливаться То есть это шоу Да, мюзикл, можно сказать, что это шоу Так вот, что самое дерзкое вы бы хотели поставить на сцене филармонии? Ну что значит дерзкое? Такое для вас Ну что значит дерзкое? Что вот никто бы этого не сделал, а вы вот взяли и... Ну нет, это очень смело, я не могу так заявлять Хорошо, хорошо Нет На следующем интервью ждите Мы добьемся Следующий вопрос, продолжите строчку Музыка, любовь, книга Искусство Подходит Катюшка, вы поняли, да? Вот так вот Какие главные качества должны быть у режиссера, спрашивает Ирина Тетенькина? Ответственность В первую очередь Потому что ты ответственный перед артистами Ты ответственный перед зрителем Ты ответственный вообще за весь процесс, который происходит То есть режиссер — это не только человек, который что-то придумал в своей голове Написал сценарий или взял готовую пьесу и ходит, репетирует Режиссер — это еще и организатор То есть для того, чтобы все сложилось и в итоге вот эта машина, которую ты заводишь в течение процесса репетиционного, наконец-то поехала Нужно иметь огромную ответственность, а еще упорство и настойчивость Потому что быть мягкотелым нельзя Вы, наверное, обращали внимание, что в основном режиссеры мужчины, а не женщины Потому что это и есть такая мужская профессия, упорство И здесь не должно быть скидки какой-то на пол, на возраст Ты должен быть упорным, решительным, уметь добиваться своего Ну вот тут еще есть один вопрос Какая у вас фишка, как у режиссера Режиссерская фишка, именно ваша Чем вы выделяетесь на фоне других режиссеров? Какой-то подход, может быть? Я вот недавно, кстати, размышляла на эту тему Очень интересный вопрос И считаю, что моя режиссерская фишка — это душевность, если можно так назвать Все мои мероприятия и концерты, которые я оставлю, они всегда непременно душевные То есть даже если это какой-то безумный позитив В конце обязательно будет такой щемящий момент, который запомнится всем Наверное, вот так, душевность Душевность, пронзительность какая-то Я не могу делать бессмысленные вещи То есть у меня не бывает шоу ради шоу Даже если это шоу, то там обязательно заложен какой-то глубокий смысл Как я своим детям из театральной студии говорю, что вы на сцене не просто должны что-то рассказывать И быть интенсионно подкованными, раскованными У вас должны быть умные глазки, наполненное сердце и широкая душа О, хорошо сказано Ну, действительно так, и режиссер должен обладать этим же самым Ну, друзья, вы огромные молодцы Вопросов вы задали сегодня очень много Прямо сейчас мы будем выбирать победителя Ну, а вы пока посмотрите и записывайте рецепт вкусного ужина Всем привет, меня зовут Зубков Роман И сегодня с вами на ужин мы приготовим куриное филе с ананасом и зеленой фасолью Для этого нам понадобится Куриное филе Зеленая сручковая фасоль Консервированный ананас Морковь Лук, болгарский перец Зеленый лук, петрушка Немного молотого имбиря Крахмал И кунжут Для начала нарежем куриное филе крупными кусками Далее замаринуем куриное филе Соевым соусом и сиропом от ананасов Добавим молотый имбирь И перемешаем Оставляем на 10 минут Пока нарежем овощи Морковь и лук нарежем соломкой Далее крупными треугольниками Нарежем болгарский перец Все продукты у нас подготовлены Остается это все довести до готовности Начнем обжаривать мискуриного филе Затем через 4 минуты мы добавим Нарезанные овощи Лук, морковь и болгарский перец Затем еще через 4 минуты Добавим сручковую фасоль И в самом конце Добавим ананас И соус В самом конце в соус Нужно было добавить разведенный В холодной воде крахмал Для того, чтобы загустить соус Для подачи нашего ужина Осталось нарезать зеленый лук перьями Выкладываем наше блюдо на тарелку Украшаем зеленым луком и петрушкой И в самом конце посыпаем кунжутом Наш ужин готов А сегодня это куриное филе С сручковой фасолью и ананасом Всем хорошего вечера И приятного аппетита Бэйби, иди сюда И мама, hold me, you want Ну что, у нас наш эфир подходит к концу В гостях у нас сегодня была режиссер-постановщик филармонии, вятских филармоний Лаптева Светлана. И прямо сейчас будем дарить вам подарки. Подарки вам будем дарить. Итак, первый подарочек это билет в Театр Кукол на постановку Котенок по имени Гав. Катюшка Кленова. Поздравляем. И у нас еще есть пригласительный в Планетарии Артем Кудрявцев. Ну что, подарки все разданы. Вам огромное спасибо, что пришли. Творческих успехов, дерзких постановок, постановок, о которых вы нам расскажете. И конечно же мы желаем вам 100% поставить мюзикл в филармонии. Спасибо. Мы знаем, что это ваша мечта. Идите к ней, ни на что не смотрите. И главное не оборачивайтесь назад. Спасибо. Ну а этот вечер провели с вами мы, Леха Власов и Макс Круптов. Улыбайтесь чаще. Всем хорошей среды. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok